Где моя это? Вот моя костяная. Ух, ушок, ушок. Ура, нам есть чем заняться. Перекаты, посмотрите-ка, перекаты. Я тут могу перекаты. Копить, потом в Блэмби буду играть. Да, вопрос хороший. Предлагаю экспортировать персонажей. Меня там третянка убила, блин, просто из-за того, что я... А, ну, кстати, мы закончим с этим, ну, с этим вот, чисткой. И как раз у меня появится таблетка. Так, это нам нужно. Так, кстати, всем трям. Мы опять в Конане, мы сейчас и мир вызовем, избавимся от браслетов. Нос неожиданно рисовалась такая чистка, там никогда не было. Он где? Видите? Тут у меня тоже стоит телепортажка. Вот этот синенький, если чё. Да, ну окей, поехали. Стой, 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 там не двигайся, стой, Томск. Да он уже исчез. Вот так всегда. Ты меня не успел, я уже нашел. Вот этот? Вот этот? Вот этот? Вот синенькая, синенькая. Ладно. А, ну класс, Таня раньше меня улетел. Ну, конечно, бля. Так, блин, вы меня там оставили, у меня страшно. Да, бля-бля-бля-бля. Так, где у нас тут? Наверху. Не туда-туда не иди, Таня, там зеленая хрень. А-а, я поняла. Это было неожиданно, что они здесь появились. Я когда ставил там телепортацию, я так чисто по приколу ее приткнул. Ну, типа, мало ли вдруг пригодится. Пригодил. Ха-ха-ха. Бра-бра-бра-да. А, че цискали. Так, а что у них у нас? Никаких блоков нету, ничего нету. Вот может там эти поставить. Поздно. Здесь ничего нет, здесь вообще ничего не планировалось. Господи, а чистите пункт. Типа мини-башенок. Я, честно говоря, вообще не думал, что они на это... Они обычно агрелись, когда два объекта стояло. То есть, вот эта вот штука и колесо, да. А на сами телепорты они вроде как не агрелись. И тут, нате, здрасте, приплыли. Ладно, разберемся. Головорезы какие-то. Сейчас припрутся очередные крокодили. Помощные. Здесь, да, здесь, по-моему, очень должно быть. Но место прикольное, мне нравится. Не знаю, я когда это место увидел, как-то так заходил. Но отсюда, отсюда вид прикольный, бля, смотри, да. Дальше мы наверху, что ли? Да, да, мы наверху. Ты где? А то я вниз спустилась, да. А, не на дно? Нет, нет, чистка тумавержа придет. Почему мне опять-то нет? Вы опять у меня на карте не отмечены. Подождите, че за ерунда? Как сделать обзор спутников? Показывать члены клановой сети. Спутники. Нет, это карта путешествия. Здесь тоже всего ничего осталось. А, ну, божественный призыв. Так, не пойму, как вас высветить тут. Та-ти-та-там. Та-ти-та-там. А вот там зеленая стенка. За нее лучше не заходить. Иначе умырят. А то станешь пижоном. Надо не мне. И тебе тоже. Дай почку. И тебе, и не тебе. И платве, и оглобле. Как пушок? Какого уровня? 16 уровня. Ну ладно. 16 уровень 4200. Вот это я понимаю. Оглобле у нас, че? 19 уровень 5300. Тоже сойдет. А вот где Таня, это вопрос. Он Таня убежит. Здесь вид прикольный, ты смотришь на эти два акведука, короче. Вот ты знаешь, реально им бы здесь сделать какую-то условно-одиночную кампанию для своих серверов, чтобы была возможность прям вот восстанавливать эти проект штуки. Как в этом, знаешь, в игре Slime Rancher, может, ну видел, наверное, да, эту ферму от слаймов? Не видел эту игрушку? Нет. Ну у меня на канале есть. Ну это такая очень-очень на расслабоне игрушка, очень простая, очень такая легкая. Ну, короче, как это, хочется полчасика отдохнуть, что называется, вечерком. Тут, кстати, развалины какие-то. Есть, да. Вот, и самое важное, что там есть, там есть одна локация, пустыня, в которой вообще ничего нет. Там очень скучно, очень неинтересно. У вас вышли, Салья Город, они тебя есть? Подожди. Это, конечно. Иди сюда, вот здесь. А, у меня есть. Вот, и в этой пустыне, я обратил внимание, когда люди, ну, на ютубе это проходили, очень многие эту пустыню просто пробегали. И ничего там не делал, типа, фу, как скучно, как неинтересно, бббб. А потом уже я сам, нашу, оказывается, эту пустыню можно восстанавливать. Там есть специальные родники, которыми, соответственно, кое-что делаешь, и в итоге там пустыня просто зацветает, а там куча всего появляется. И это настолько интересно этим заниматься, ну, потому что действительно ты меняешь локацию, радикально меняешь локацию. И вот так просто я думаю, блин, вот если бы здесь... Нет, 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 сейчас. Дальше, смысл. Как это? Дальше или дальше? Вообще здесь воздушность алгара, стоянка речного дозора, тупик безмолвия и клоака. Ну, это да. Ты танец, это знал? Нет, вот я тут только что выучил. Какой танец? Где вы там танцуете? Снал, значит, я тут был? Значит, была, а тут да. Эй, вы где? Да вот тут вот. Да, у меня есть она. Блин, а тут я гораздо чаще попадала в неприятности. Поэтому у меня это есть. А, стоянка дозора? Танцевать. Китайский танец. А, смотри, кто я этот не брал. У меня в прошлом. Интересно, у меня есть стоянка ночного дозора? видимо мимо проскочил ну теперь у меня реально все танцы есть у нас обычно танцы как раз постоянно танцуют наши ребята танцуют так наш там эти танцоры постоянно этот танец исполняют нет нет не до китайской танец от другой они все ли нет они исполняют вот этот очень часто квилонский танец и очень часто китайский китайский филонский самые танец змеи режет танец живота и вообще ни у кого не а нет вообще-то видел танец живота вот тоже выполняют я танцую пьяный на столе прикольный типа кунг-фу такого короче он а тут по сути элементы кунг-фу вот этим вот так и что-то новое нашли представляете короче сохраненка оставляем ждем когда выйдет длс и тогда еще вернемся ну а если сохраненка не оставить не сохранится то у меня будет лишний повод построить новую базу да ладно мы же тоже прошли чуть переживать надо как это от вещей надо избавляться легко а то 15 и вообще это вулканический танец тиростиль покажи грудь покажи сиськи а керу показывать нечего чё у тебя нахерня на животе это пресс девушкам нравится это пресс это девушкам нравится у тебя хрень какая-то на животе у тебя вообще поза железная самое важное спрятать лицо да тогда можно спокойно светить грудью никто же не знает никто же не знает кто там сейчас придут эти бродяги посмотрят да ну нахер уйду выгод их бить идем они танцуют это совсем отбитые ребята какие что-то в этом внешнем виде все таки есть по поводу кстати то нет а вот растягивание текстур видно да как кольчугу разотвается я смотрю на свои подмышки они а кстати вот я ну тоже возвращаясь к теме септах и вот этой части 1 там тоже на септахе очень много то есть вот здесь гораздо меньше таких моментов она септахе постоянно натыкался там текстура там сям текстура здесь что-то не так здесь нет блин ребят зиму септахом работать и работать кузьмичу кузьмичу а как долго вот это вот великанство работает от той штуки мы когда их сделали это никуда не делаются этот эмира как долго от эмира этот у меня стоит 80 секунд но можно выставить больше 80 секунд и может проходить а кстати я могу включить его сейчас хотите включу так вот я про то и говорю шоу вырубает и против этих давай на великане чё просто прикольно ходить и мир возрождается 20 секунд к спасите меня помой вы чё блин защищайте меня меня-то защищаете где будешь прям тут ну ты будь всех ты не убивай одного оставь прибить молодец чего он там еще стоят но отойдя 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 сейчас я сейчас я появлюсь и устрою веселую жизнь не просто лучники великое бы но если я так понимаю что не слишком сложные ребята эти головорезы да там именных никого нету да давай еще рабов собирать о нифига смотри он из-за зеленый это выходит да они читеры ты пока стоишь его внутрь-то зайти можно выйти типа нельзя что-то так долго кастуешься вообще 20 секунд а вот ох нифига себе модный под труселя не заглядывать куда смотреть ты еще если надо мной действительно сужил и рекам понятно что ты без обуви то как тебе обувь то найти твой великан какой-то этот какого не такой уж большой теперь великан кажется куда-то пошел он сзади это вот так я бью он очень медленно зато луна быстро кого я я очень медленный блин а долго это длится будет 48 секунд еще никого не вижу где вы там я тут вот он я под тобой я рядом с тобой наступил на меня браслет не связан в смысле что это означает а я могу тебя здесь пройти не знаю попробуй ну а рога мешают присесть ты не можешь нет такого нет но змея конечно в этом плане удобнее она и кусает быстрее ползает быстрее на сейчас уже кончусь на игры это рассчитано явно то чтобы появиться около вражеской базы там походить грубо говоря порушить и все вот все 10 секунд осталось а напоследок так тяжелый у меня топор точно и на место все я здесь прикольно но мало по призовите божественную угадайте какой следующий пункт в путешествиях какой исследуйте все уголки земель изгнанников да пошли вы нахер блин и не подумай ну это путешествие ну че все пошли браслет снимать а че мы а че чисто кончилось похоже у кончилось здесь больше нет ответа да вы че говорит озверились что ли мы так не играем как это я говорит слышал что некоторые на линкорах как я слышал как некоторые на танках на близнюю приезжают но это реально перебор зачем горит на линкорах нам сейчас поменять что нам надо для этого браслета для снятия браслета эмир вызвали эту херню вызвали сейчас пока на место поставлю эмировский но честно скажу так по умолчанию вообще стоит 60 секунд то есть минута эмир он очень медленный и вот сейчас уже я понимаю что действительно вот около вражеской базы его вызвал прошелся там все порушил успел и исчез на больше он не способен то что очень медленно атака я вас вообще внизу не видел то есть вот где вы там чё вы там вообще был непонятно так куда идти эй ну пролагайся блин так поехали все забираем и учим в устье хаоса там 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 она могла куда ехать ну поехали браслет снимать в устье хаос вам ехать а вы куда вообще чего нет и быстрее будет а через лагерь же быстрее в лагере поехали нет вы слева объедете хотя бы на лошадях в любом случае быстрее это я тут мусороги да ребята из чистки явно не ожидали что против них эмиры вызовут чё говорит ты сразу дедушке позвонишь нам прикольно прикольно на такая тема теперь я знаю что у них на превьюшки кстати да какой прививки картинка каври всего один вопрос а эмир мальчик или девочка как там android я бесполое создание ну ладно а эмир тоже люди по рогам ему изменили надо прок господи что что-то опытом колец и так диадема королей великанов одна штука там в сундуке около плотника или алхимика я тоже кстати пролагиваю периодически диадема королей великанов тут 4 одну штуку бери как все плохо надо ждать пока все прогрузится потом слезы двух народов одну штуку ты на всех дверях нет зачем каждый сам ну подождите меня ребята меня подождите блин не могу у меня до сих пор эта территория даже не прогрузился сейчас стою у меня животные есть этих ничего нет что происходит алёну загрузка блин ты где давай давай прогружайся ёшкин кот что такое что за платье такие лютые ну алёк подождите а мы не обменяли камни черт нам еще к этому идти слышите петруча петру за там не знаю помните там где не кроколь не крокотики нам тут много денег ракурчики сколько этих должно быть 5 6 5 чего артефакт ну сейчас диадему королей плюс двух народов трапецоидер звезду заступника маску королевы ведьму и сердце песков сначала надо ходить к петру за сердце 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 песков нету это вот из маленьких камушку маску камня кара надо каждого осколка по одному взять острых осколок камня кара да мелкий осколок острый и шероховатый одному взять и обменять на сердце да надо потом сейчас поедем за сердцем потому что мы не взяли на сердце а в этот в храм да 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 храм песков там где будет так подметается внимание крокошек подождите и следует двух народов да кир перечислить да еще раз список пожалуйста и по каждому осколку камня шероховатый мелкий острый шероховатый вроде есть у нас там даже ближе особо-то и нечего короче отсюда пешком быстрее добежать к этому-то к владельцу храма песков да 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 надо к ним пешком там ничего нет рядом ну поехали и до последней прогулочки пешком и пайф сел на коня и великан опять где-то про героически исчезли себя видел когда там призвал а кстати снизу нет а он за остался ты просто призывы типа он сбросился а на сарова тут а сам человек с тобой ну да а ты на сарова не садился нет нет может телепортнулся же сразу тогда да тогда хэза ладно проголодается вернется он наверно обиделся расстроился где-то я думал я тут самый большой мы плывем по африке может он дома пошел охладиться снегу поесть боже какой рогатый такой большой он пошел рассказать своим вот так выглядел наш дедушка вроде как все от него произошли кстати напоминаю около храм песку извиняюсь около храм песков очень много этих тех самых не крокошек и они очень больно дерутся я про них и сосал ты сказал что они просто есть танец что ты хотел сказать сказать что кирилл пина случайно тут есть черепашки а детеныши да не жалко тут он полный берег от вот добра они явно не вымирающий вид они очень вымирающий вид они пытаются вымирать крокодилов нас вымирать пытаются они много кого вымирают дождь 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 дышь 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 ой у меня неожиданно волны от носорога прорисовались игра прям вот после вызова этого божества премника просраться не может платье с листами айтинградцев не про кошку к и так и так и так так и где там вообще и кассе улут лищу пунктику вечер уху тарганя Чай Мурх у тебя какого уровня? Мурх у меня... Я обыгрываю шлющие черепашки злые Злые? Ой, смотрите на них они обиделись Вы там уже деретесь, я все еще плыву Пешком надо ходить А зачем мне такой замечательный носорог если не плавать? Кошачий костюм вместе с твоим сочетается Огонь 26 Какой кошачий костюм? Танин вот этот черный, а кошачий с костями, с полосками Я самая модная А я призрака какого-то плавающего нашел Они там ныряют к этому, с сокровищем Херня это Не плавающий призрак Это плавающий призрак Ну да, он потом тонет и показывает где сокровища Не тонет ныряет же Нет, у меня тонуло Это на севере Нет Ну в воде, господи, нет Тут вот в воде на речке есть там место одно А там внизу сундук, там серебро, золото немножко Вот он здесь утонул А да, смотри-ка ты, вперед сундук А внутри Перченые рульки Пурпурная окраска В воде Сколько оно простояло там в воде Окей, это влажные перченые рульки Кузьмич, я тебе скажу так, короче Нет, не скажешь Нет, скажу Нет, не знаю У меня не крыкошки теперь вообще не такие уж и страшно совсем Давай, стоп, дождем Стой, давай заходить и будем А, так, ну давай Я бросил носорога и пошел пешком Что, так долго-то? Такие ж на носороге, Кир Я думал, ты почта России передвигаешься Ну и Так, ну, в сути по голосистым дикарям я иду в нужном направлении Ага, вот здесь падающие детишки Еще что-то Тот точно наш ходил Я тебя там по голове бьешь Ааа Нет, по голове бьешь Давай я тебя там бью Да нет Бум-бум-бум-бум Все О Ой, дождик пошел Красота Вот, кстати, чего точно не хватало Там, в лесах, на этом остре Так это дождя Смены погоды, блин А там была смена погоды Что-то я вообще не помню От этого Я за пушком такая Пушком, ты меня не видишь Значит, говоришь, некракошки тебе не опасны, да? Эй, некракошка, иди сюда Мне сказали, ты не опасна Сейчас так раз Сейчас так раз Кусик Небирает от двух ударов Хе-хе-хе-хе-хе И снова Даа, ну и говно боюсь отсюда мелочь из прям дороги в стране как машины и конечно ты красив бьет все пришел лет сейчас иду молниями любую станешь красивый ночью станет в храм будем заходить нет ну давай расскажи нам великий храмовый сиделец нафига мы все это собирали трусы королевы но вот все трусы ведьма это петру за одержимой песчаной буре покупка бумс купил пока попрощайся купила каменька расследим и даже минутку это он сотряс до основания утеса вальки вальки или вальки ибо заклинание его повелевают элементальными земли это он послал создание тьмы в наш ваш шатер перед рассветом час дракона этот неприметный камушек известный также как камень кара содержит себе элементаля который изводит земли изгнанников постоянными песчаными бурями отчаянно желая закончить войну после сокрушения на равнинах царь жрец заключил элементаля в твердь и вручился и камень творцу воин чтоб тут выпустил элементаля в нужный момент когда это произошло точнее когда это время пришло творец воин разграбил камень и рассыпал его осколки по полю битвы позволив элементалю вырваться на свободу это сработало и огромная песчаная буря прокатилась по землям изгнанников она направилась далеко на восток городу шальха на свою беду король великанов недооценили сил человеческого духа лимурийский жрец по имени петруза вышел чтобы сразиться с песчаной бурей воззвав богу догона он связал управляющего бури элементаля со своей плотью запретив ему двигаться дальше не позволив разрушить голову город лимурийцев это тот самый петрузу которому купили камень да петруза да петруза спас свой народ но заплатил за это ужасную цену его жертва не оставила песчаную бурю жертва не остановила песчаную буря же заключил ее во временную петлю более снова и снова проносилась по землям изгнанников останавливаясь перед петруза после чего все начиналось сначала в конце концов это свело жреца с ума это один из артефактов необходим для создания ключевого камня с помощью которого можно снять рабский браслет красиво крутится 33 у меня 44 с половиной чем это перегружен а кому она 43 купила у папы может 43 но пушок прохать блин кто тут с пушком чей пушок застрял в проеме мой пушок ну и он стоит не знаю все не стоит кто-то грешь-то сочувствую а пушок носорог зараза не знаю носорога не знаю чей носорог зря я вообще взял дурацкие носороги блин я лошадь хочу дайте мне дайте мне коня я падала не с таких мест на вкус далеко не всегда к сожалению не выживал но падал так мне через половину туда ааааааа... тысяч поспорим вообще выжил там как о чем тут можно сократить же ну да через телепорт зачем через телепорт а то там нет ближайших телепортов в смысле нет ближайший телепорт нам сейчас вообще куда нам сейчас в устье хаоса ближе особо некуда так же поехали в африке где слоны и тигры короче куча рыболов я забыл а вот нашел лог где логово да она между получается как раз африкой северными землями но нам либо на север телепортнуться и оттуда вниз либо в этот безымянный город и оттуда вверх да пошли через сюда чего какой безымянный город плавающий безымянный город да это тот самый который но можно отсюда проехать пойдем прогуляемся на последок мысли его застрелили кого застрелили а там оказывается как окажется за пристаком с берега чувак не устреляет интересно я видел как он утонул лошадь хочу взять блин это тупая дура застрелит вообще везде блин текала манэ тань говори громче тебя вообще не слышно тебя постоянно ну конечно тебя очень тебя вообще непонятно что ты как я вырубил микрофон даже меня не будет слышно кирилл дед чувствительность они которые нормальные наушники игровые купить он он не настраивается это блютусные наушники они вот хочет так вот не страдает как обычно вот сейчас тебя то не отлично просто слышно великолепно четко понятный импорт я не убавлял ничего ну значит шума меньше воспроизводит я ничего не воспроизводил меньше поэтому меня было сложно у меня сейчас что-то лошадь не бьешь не бью лошадь чуть на улице звуки странные тебя там улицу все ремонтируют мы тут мимо тебя недавно проезжали о да точно вон великан стоит проголодался вернулся так лошадь ты где надоел мне на этой а чёрт она же там наверху стоит та тварь та налево нашел куда припарковаться кирилл вот как ты глотаешь прям замечательно тебе только порнушки озвучивать фу поручик реклама кока-кола там леет фу не фу что-то с ногой какая-то тяжелый тень ну да похоже что продолжается ремонт у меня весь дом вибрирует а они же должны до какого то времени же ремонтировать так же нельзя ага поверь мне ушлы скажем так есть варианты обходов всех этих запретов целая куча ну вообще странно с одной стороны дороги как бы надо по ночам ремонтировать с другой стороны по ночам же как бы люди спят вот вопрос такой да в жизни не стрелать ой да у нас все города для автомобилистов так что ну это не так уж и плохо на самом деле это плохо кир посмотри на опыт всех как говорится ведущих городов мира я знаю кого ты я знаю блогера которого ты пересмотрел ты про варламова что ли да я тоже его смотрю нет кир нет про правильные вещи говорит причем тут он два много этих блогеров во первых целая куча просто варлам в нашем сегменте сам популярный а так этих блогеров которые обозревают конкретные точки в конкретных городах даже не так как он очень многих но и в целом о чем не прав что ли хочешь сказать ну он слишком агриться на машины вот это мне не очень так он слишком агриться на машины потому что никто нихрена не делает в этом вопросе как это действие равно противодействие что-то делалось агрился бы меньше а так чему не агриться но смотри он концепция город без автомобиля да вот он там часто приводит короче европейские города опыт европейских городов все такое прочее но блин извини меня ждать автобус европейской зимой в около нуля градусов там холода вот ты сейчас уже не прав в первой же фразе ждать автобус вот для начала надо сделать нормальный общественный транспорт первый момент чтобы его не ждать ты в Москве давно был не подожди у тебя не будет никогда в том чтобы они шли под цепочкой друг за другом да и хватит ты чё киркер в Москву съездить еще раз тебе говорю ходят еще как когда по точке остановки буквы буквально через две минуты уезжаешь на том транспорте на котором надо чё подожди ты нет ходят то ходят но ты это что нужен и ходит не так часто вот тебе надо ничего подобного ничего подобного что ничего подобного ну к вам на на северный так кир неважно куда в том то и название общественный транспорт понимаешь который обеспечивает необходимо как говорится нужду общества они ходят по расписанию и зарабатывает деньги надо разделять эти моменты нет это я с этим я согласен тут я с тобой не спорю я про то что нужно тебе автобус ходит при там самый минимальный как сказать дистанции 10 минут это много это очень много это не приемлемо а должно быть пять минут я тебе как бы сейчас минутку я тебе как бывший работник общественного транспорта могу сказать когда тебя твоя зарплата постоянно зависит от того сколько ты выручки привезешь ни о каком расписании речи в принципе идет потому что ты там начинаешь выгадывать моменты где-то чуть подтормозить где-то ускориться и так далее понятно кто где где а теперь мир пошли посмотрим что за рая подождите ребят нас пока тут не было я смотрю на добавляли до много всего учит нас такого счастья когда мы играли даже близко не было нас атаковал кто крокодил два раза приходили до эти или нас я тоже не поговорим игроки са сама идея вот именно доступного общественного транспорта она в том что это ну блин он ходит регулярно постоянно и на то есть это стабильная фигня кстати момент у нас очень любит кичится стабильностью пожалуйста нет нет я согласен вот в принципе у меня в целом дата вот как шестерка у нас носить нормально ходит раз 10 минут почти всегда стабильно но как бы даже 10 минут то что говоришь да это в идеальном там светлом будущем да и по-хорошему как бы так надо но я не уверен что где-то работает ну и даже хорошо даже подожди даже вот если вот это все принять ну как каждому все равно не угодишь да вот банально у нас там поликлиника до детская на жилке мы живем на северном никто не будет делать автобусный маршрут из жилки на северный только она вот так в том ты делки а надо сделать понимаешь без оглядки на окупаемость потому что это общественный транспорт содержится с налогов вот и все нет нет ты понимаешь нет у каждого просто свои потребности кто-то куда-то вот ездит понятно что предусмотреть о том что люди наверное будут северного есть ну там по идее можно да да трамвай дайте вот трамвай есть жилки ну вот вот типа такого но опять до трамвая зимой идти ну или количество времени так никто не сказал что будет ли в том ты делаешь это очень сложный процесс да и никто этим просто заниматься слушайте ребята такую фигню классную нашу ткацкая лощина называется вот ткацкая лощин видите где нахожу а возьми не видите были я видя нет я вижу квадрат 7 f какая-то ткацкая лощинка какая-то гигантская прям какой-то спуск огромный прям и за мной целой кучу пауков нет кир я не говорю что это легко это вот именно что это очень сложный процесс создать такую систему которая будет удовлетворить не всех ну скажем так а подождите я понял что это помните этот арену с пауком с гигантским х прикольно только это заход с другой стороны взяли с гигантским пауком но под землей помнишь такой огромный паук мы еще не паук такая да такая хрень просто заход с другой стороны очень такой как сказать эффектный скажем так заход с другой стороны понял да мы смотрели там надо наверх да 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 но там типа как забраться непонятно вот а этот спуск получает вопрос а как спуститься залезать нельзя где-то тут тебе на тебе на речку на вот устье реки у тебя южный акведук есть да вот если по квадрату прям под ним прям под ним есть такая ткацкая лащин такая пещера в виде челюстей каких-то и тут ты знаешь есть где были бы тут много всего суши прям 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 мой сундук какой-то нашел куда не по две такая очень разла пещера такая ну реально в виде какой-то морды получит а все понял да и так про не все гласит тут тут прям есть где по паркурить то что сундук синим кристаллом здрасте и вот его и тут есть да да вы не пробить пока или вы уже спрыгнул он еще один фундук вон там так но я подошел к этой пещере но у меня тут нет а вот все-таки у нас шесть минут до чистки осталось да я мы поняли куда это ты знаешь на самом деле вот я тут залазил тут столько всего интересного блин я сундук нашел с этим синим кристаллом точнее не с каким-то помните его а тут еще какие-то записки где записки дневник афирца номер пять молитвы сидя молитва стоя хотя наверно она есть уже молитвы молился дайте я вылезу к был прикольно здесь езди полазить тут прям такой вместе вместо паркуриста потому что здесь нет возможности ползать по стенкам но есть всякие сундуки в разных точках куда можно именно прыжками и понять вообще а внизу сидит эта хрень если свернешься попадешь прям к ней вниз опять подождите где это записать стойте стойте где это записка тена вот прям отходы пещеру сейчас я уже выхожу я уже выхожу подождите вот и где отходы в пещеру покажите приклонить колей окра это кромовская ладно давайте быстренько выцарапывать слова и 300 страха что его газа последними из пещер неподалеку вырвалась туч кошмарных созданий кто на борьтесь на меняем его спутника брага отразил первую волну но эти существа утащили собой драгоценные запасы пищи мы с брага настолько сблизились за время путешествия что понимаем другу не то что с полуслова с пол взгляда он смотрел на меня и тут же сообразил он хочет чтобы я остался хранить лагерь пока он спускается в пещеру и добывает наши припасы так что я затаюсь тут из тревоги ждать его возвращение дополнено оказывается он хотел чтобы я пошел с ним в пещеру и помог чем смог брага отвесил мне за трещину теперь упали голова за мной за мной все идем кстати история то брага и афирца она довольно длинная так я уже много несколько дневников находил и блин я уже говорил в этой игре дико дико не хватает какого-то общего твоего собственного дневника чтоб ты так сказать мог это все потом объединить и почитать то что вместе согласен я самую первую историю знаете где нашел вот где мы собственно этого и мира вызывали вот в тех краях над мостом там тоже есть дневничок и там есть так нам собственно туда собственно туда вот если собирать все эти записи получится да я думаю довольно интересная история внимание вопрос есть кто-то кто честно их все собрал бы хоть один ну да в путешествиях есть наверно не поэтому сделали ачивку в стиме в этом в острове септаха именно ачивку чтобы можно было понять вообще кто-нибудь этим занимается две десятых от общего от одного процента это да ну да вот если бы здесь была возможность именно вот во первых своего собственного дневник твои записи чтобы потом так сказать ну как всякие там dragon age и так далее да 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 вот то что ты мог объединить и спокойно все это перечитать я думаю народ занимался этим чтобы видеть эту коллекцию а так человек чё ну нашел дневник ну прочитал дневник но он же нигде не отобразился да и и забыл как я уже забыл про это в офисе честно прочитал вспомнил что он есть а так тоже помните обо всем опытом с ума сойдешь ну да обидно их дырявая моя башка и возвращаясь к нашей теме по поводу авто общественного транспорта и так далее варлам ведь еще бугуртит все-таки по большей части даже не столько на сами автомобили сколько на отношения между автомобилистами и пешеходами что вот этот дебильное решение типа убрать все пешеходные переходы и оставить там только подземные или там светофоры убирают персонали как учу раз сталкивался когда там пришло вышел откуда-нибудь из какого-то такого вполне общего места где много народу ходит но так переход есть вон там 100 метров и вон там 100 метров внимание вопрос а какого хера все ходят здесь а переход вон там кто это при но это да это тут тут вопрос как бы как и те когда есть этот архитектурный рассмотреть на этот но в целом я тут очень спорный вопрос о чем ты говоришь если сделать реально общественный транспорт прям реально ходит там раз две минуты авто не перегибай не перегибай не перебегай короче на ходу перебег в другую сторону вот нет ну то есть в принципе да конечно вот если метро там будет нас например вот до северного ну как в москве да там каждую минуту а по-моему он уже ездит то есть не чаще просто все равно как бы очень много потребностей которые не покрываются соответственно транспорт принципе я потом банально я уже говорил от нас до жилки не ходят автобусы как бы а взяли бетенком ездить как бы педиатру учитывая что а может лет на не собирается попробуй крышку сагриски льер и уходи и уходи и уходи ecc претыресты этих заг а потом уже бороться со стомбилизмом, тогда да, норм. А вот если каком-нибудь, то есть сначала, типа, вот, давайте берем все парковки, они не нужны, давайте берем переходные переходы, там, типа, это все. Вот последовательно, да, я сначала делал крутой общественный транспорт, вполне да, почему нет. Но... Общественный транспорт это не про деньги, это, мягко говоря, совсем не про деньги, это куча геморроя и очень мало заработка, как говорится. Ну да, ну тут опять-таки, это нужно все-таки опять на порядок больше бюджеты городские. Да нифига, да. Даже если, допустим, да, где-нибудь в Казани, в смысле, не тебя подобного, кто же знает, сколько это все стоит. Это стоит дорого, но я абсолютно не сомневаюсь, что в бюджете все это есть, как говорится. Казани. Но вот небеса в бюджете есть, будет на общественный транспорт, да, то есть... То потратит на что-то более приятное и удобное. Нет, я же говорю, то есть сейчас вот есть деньги там... Ну что? Нет такой темы, что бюджет города куда-то где-то остается и где-то, насколько я знаю... А откуда ты знаешь? Я вот, например, не чиновник и даже не экономист. Я понятия не имею, что там с бюджетом вообще происходит. Ну, я примерно нагадываюсь. Короче, вот эта же вся тема есть тоже, типа, если ты не израсходовал средства, которые тебе выделил бюджет России, короче, ты его возвращаешь. Поэтому, ну, типа, вот как не использование, не израсходование, не потраченное. Это вот где-то там на западе, да, то что я знаю, бюджеты городов, да, они еще мудряются там откладывать себе, чтобы, типа, дополнительные чисто какие-то дивиденды шли с вложений, с инвестиций городских. Кир, стой, здесь не ходи далеко, чтобы, ну, мы же сами ползут, чего же за ним ледут? Перспективы в отдаленном светлом будущем может быть так, когда-нибудь, а сейчас же тут бюджет такой. Да, конечно, сейчас с луком всех будет стрелять, а ты, говорит, не ходи, я сам что-то... Да, похоже, это какое-то обновление было, потому что что-то некий совсем слабый. Ну и не нравится такая вот тема, тоже, типа, город только это, вот я же тоже, как бы, городской житель, у меня есть автомобиль, мне хочется больше на автомобиле, чем я хуже пешехода. Тем, что ты занимаешь больше места. Ну и что? Я, как бы, за свое большее место, я же за свое большее место плачу, да, ты же вот не тратишь транспортный налог, который идет как раз на ремонт дорог. То есть, по большому-то счету... Здрасте, а за автобус я не плачу, типа, да, за проезд, а они, типа, налоги не платят, блядь. Это вот за проезд, да, ну, то есть, автобус, проезд, вот такая схема. А я там прям плачу за свою машину отдельно. Ну, это почти, это идея, это идея. Я с этим вообще не спорю. Нет, 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 Кир, Кир, я сейчас немножко это, не то ляпнул. Я про то, что, понимаешь, это извечный спор, на самом деле, не из частного сектора, а больше из вот таких вот мест, например, как у нас во дворе, то, что, допустим, как это, вот, недавняя эта история, ну, как недавняя, давно уж, когда Карн ко мне, у нас здесь сделали ремонт во дворах, и расширили вот эти места для парковки, и, казалось бы, ну, сделали, сделали, радуйся и живи, да. Так тут, я говорю, до мордобоев доходило, что, типа, это мое место, нет, мое место, причем, как бы, я на все это смотрел из серии. Простите, а с какого буя это вообще твое место? Ты за него платил? Ну, как, Карн, когда ко мне приезжал, тоже на него там вылезла какая-то овца, типа, не паркуйте здесь, это наше место. Ну, в итоге, как бы, все закончилось с грозным взглядом, как бы, ну, че, я и он, два дяденьки, блин, в итоге, ну, ни к чему это не привело, я хочу сказать. Но, вот эти вот моменты, например, в многоквартирных домах, когда вот дом, а внизу все заставлено машинами и не те нормальные детские площадки, не еще чего-то, не еще чего-то. Надо решать строительными, строительными нормами, запретом продажи, короче, ой, строительство жилья многоквартирного без, ну, аналогичного количества машин и мест. Ох, ползет. Вот, по-хорошему, на мой взгляд, решение этой проблемы вот именно такое, то есть, если ты там строишь дом по какому-то проекту, у тебя в этом проекте должно быть заложено на то, что тут будет парковаться столько же машин. Вот, на мой взгляд, это так только должно быть. В общем, нормально парковаться нигде не там, на этих, то есть, или подземную парковку строишь, или рядом с домом у тебя большая площадь купленной земли, на которой специально отведенная парковочная места. То есть, это, это проблема застройщиков. Понятно, что удорожает, подорожают, как бы, квартиры, но... Вот, видишь, опять же, удорожая, опять же, это удорожание квартир, удорожание квартир, это что? Сейчас уже, как говорится, квартира стоит очень неадекватных денег зачастую. Ой, а что их так много, и что они все стоят? Не знаю. Ну, это, все равно, это должно быть именно так, потому что сейчас уже квартир, ой, машин без, господи, семей без машин почти нету, скажем так. И, то есть, надо реально исходить из того, что в одной квартире будет хотя бы одна машина. Ну, да, то, что где-то... Так, где-то не будет, но где-то и будет две машины, так что, как раз, одна квартира, одна машина, и вот сколько же, короче, машина мне с даже не кончилась еще, к сожалению. А так меня сама, вот, это бесит, я бы, как, 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 к Зуфу приезжать, там, куда-нибудь, сночевка, и опять есть, парковаться. Да, вот, Шурик, он еще хуже, у Зуфа, он там поднялся. Какие советские годы, Кира, это, это лет 10 назад строилось, господи. Ты че? Да, а я имею в виду, вот, у тебя советские годы построили. Я просто помню, тоже, я жил в Хрущевке пятиэтажке, и там вот реально, вот, между подъездами, Зуфуток там для машин, там, буквально, между каждым подъездом 5 машин, и, типа, этому было достаточно на то время. Здесь тоже, возвращаясь к моменту, это уже тема с этажностью, потому что Зуфовский двор, будем честны, ненамного больше моего, но только у меня во дворе, как это, три пятиэтажки, а четвертая вообще, у нее свой отдельный двор. А у нее колодец, девятиэтажки. Да, вот, именно, у нее колодец, то есть, заметь, у нас же пятиэтажки, даже не так, у меня одна трехэтажка здесь, то есть, где пятиэтажки, одна трехэтажка, плюс они между собой не соединены, а там реально колодец из девятиэтажек, где народу, наверное, во сколько раз, в течение, четыре больше живут, чем у нас здесь. Нет, это, вот, на самом деле, так нельзя, то есть, там, просто, а сейчас, кстати, по-моему, насколько я знаю, уже почти все новые дома, все-таки с парковками, почти все. Почти все. Даже вот банально, вот эти бюджетные слова, которые, там, извиняюсь за выражение, уебищно, но все-таки сделаны парковки, потому что там... А, вон ползает, с другой стороны, сзади, сзади, да. Да, 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 вижу. То есть, там реально очень стрёмно эти парковочные места размещены, они во дворях, там много карманов, там, типа, этот, ну, то есть, фактически у тебя такой же двор, заставленный машинами, это отстой. Но, все-таки, они, как бы, они пытались. Они пытались. Да, 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 то есть, уже вот даже, даже бюджетные, то есть, социальные, фактически, жилье слова, откуперы, социальные живет, вот, даже там уже, как-то, все равно, смотрим больше на машину. Это, я так понимаю, из серии Извечный Споркер, сзади, за тобой здоровенная фигня, по-моему. Да заколебали, сколько можно, блин, а? Нападайте всем скопом, а вы слишком слабы для нас. Вот. Кстати, вы заметили, кто с ними шел, с людьми? Дарфарцы. Ну да, иногда там ходят. Нет, там и белые бегали, там этот. Белые. Люблю твой скрытый расизм, Кирилл, просто обожаю. Иногда чей-нибудь ляпнешь. Кстати, про расизм еще с тебя слава, Кирилл, смотри. Ты вообще воюешь? Кто с кем воюет? Я пока добегаю, вы всех убиваете. Ну я вообще, сволочек, я из лука стреляю. Да, да, да. Я, кстати, ловень получил. Зачем? Не, ну, они, конечно, они, конечно, сволочи. Вот, я говорю, мы уже все закончили, все уже сделали, они добавляют, добавляют, и добавляют. Может, я говорю, специально годик подождать, и через год зайти в Конана, блин. Может, не ждать это следующее дополнение, реально так годик или два прям подождать, принципиально зайти, это будет совсем другая игра, я думаю. Ну, я не, да, вполне может быть. То есть, не следующее дополнение заходить, а через два дополнения. Да, вполне норм, да. Че-то, что у нас, у нас вон этот, наш раковый забег по зомби-городу, я уж тут видео записал, назвал Рим, сезон мертвых туристов. Рой саранчи атакует. Ребята, он не атакует, он идет на смерть, блин, елки-палки. Ой, да, дарфарс. Хоть бы ими. Чёрные дни. О, а это кто? Ты у нас, дварфарский кожевник, плотник и какая-то тетя. Ну, Кир, дай тетючку рассмотреть, вдруг что полезно. Я понимаю, что в твоем российско-шовинистском мире женщины это вообще... Такие чёрные, да? Ещё сразу. Вообще, как-то... Опять, да хорош, ну... Слушайте, может, я просто стенку построю вокруг этого, да пошли отсюда. Они всё равно не проломят. Как эту игру вообще не запретили на ютубе? Вот это неинтересно. Мы здесь убиваем чёрных женщин. Тут можно делать чёрных рабами. Чёрных женщин рабами. Чёрных женщин рабами. Ну, может, знаешь, наверное, нас спасает то, что рядом с нами бегает своя чёрная женщина. Та они маскируются, та не в одежде. Кто сказал? Чёрная, чёрная женщина, женщина. А вот я, конечно, немножко в этом плане не правил. Да, козы. У нас абсолютно... Смотри, у нас абсолютное равенство. Есть полностью белая женщина и полностью... Точнее так, есть мужчина, который играет за полностью белую женщину. А есть чёрная женщина, которая управляет белой женщиной. Всё нормально. А у них же, это, кстати, это тоже есть же, там, типа, пунктик на этот счёт. Чё? Как там это, когда белые играют чёрных персонажей, там, blackface это... Это так, я знаю, как с этим бороться. Я ассоциирую себя, и всё. Пошли нах. А, да, это так работает теперь, терьмо. Ой, как это только не работает? Как сказал один известный сатирик, я, говорит, пытался разобраться во всей этой теме, говорит, если раньше я думал, что... Если раньше я понимал, что я мало что понимаю, то теперь я вообще ничего не понимаю. Ну вот эта вот тема, да, я... Это же... Знаете, мне понравилось? Полицейский же был там какой-то, да, там, типа, я хочу, чтобы меня обыскивала женщина. А я ассоциируюсь с женщиной. Да-да-да. О, босс пришёл. Тентакля, это ты! Трёхчерепная! Эх, ты ж заразаненькая. Я вот и бегу на неё? Да-да, она был босс немножко более живучий. О, сзади хрень ещё какая-то на подсосе. Я скак ударит. Ух ты, как она клево хвостом-то бьёт. Фу! Тань, теперь ты зелёная женщина. Я теперь ядовитая. И ядовитая. Слушай, ну, крепкий босс так-то. В целом. Ну да, был. Так, чё-нибудь из неё там, дайте-ка я из неё выковырю чё-нибудь. Ура! Ура! Мы победили чистку. Ну как победили? Я бы сказал, мы надругались над чисткой. Честно говоря. О, ключ. Ну, а ты, кстати, у тебя на лошадь не получал вставать. Смотри, вон. Моя слишком овальная, мне соскальзывала. Овальная лошадь. Ну чё, поехали? Поехали сниматься. Нам в другую сторону. Нам туда, на. Вот. Не, ну в целом, разнообразие по чистке меня сильно радует всё-таки. Особенно учитывайте варианты телепортации. Всё, так опять чистка где-нибудь, да? Да нет, скорее всего, у нас уровень чистки. Ну-ка, даже интересно, сколько там. Ну и чё, повесить? Ну, почти. Ниже-нижнего. Ниже-нижнего, как говорится. Нет, ну вот это правильно, на самом деле, для старта. Да, потому что меня, например, всегда смущало, что, как сказать, что у нас был Нардхейм, по сути, очень сильный Нардхейм, будем честны. И вот эти вот непонятные разбивки, что люди-крокодилы, которые, мама родная, блин, спасать, термай порты, хавайся в бульбу, блин. И все остальные, которых ты разбирал, даже на старте достаточно спокойно. Ну, кроме гиена, ещё более-менее были опасны, потому что они сбивались с ног. А вот демоны, например, ну, они и на старте были ни о чём, честно говоря. Ну да. Вот. Ой, как страшно. Поглянись, темные, такая лощина, с кровавыми взглядами бегут за нами эти. Прям как демонические собаки какие-то. Ой, ребята, вы бы знали, как хорошо на лошади. Ты несёшься вперёд, всё выносливость почти не кончается. Уважаемые господа разработчики, если вы вдруг каким-то чудом услышите мои слова, сделайте носорогов либо чуть-чуть быстрее, либо чуть-чуть выносливости им добавьте. Ну, или как минимум, чтобы оно быстрее восстанавливалось. А мне, пожалуйста, издавого жирафа. А мне, пожалуйста, было что-то не застревать. А чё, буря, что ли, идёт? Да, похоже. Я застряла в лошади, на меня напали каменюги. Ну чё, пойдём к этому, к божеству? Да не, пошли. Я тут через лошадь, через вражадь. Окей, стою. Где мой конь, была я сейчас сюда. Точно буря идёт, смотри-ка-то. Носорожонок. Кстати, довольно красиво смотрится. Блин, ну что ты лагаешь тут? Господи... Это моя лошадь меня догнать пытается, и здесь что? Змеюка, пошла лесом, блин. Привет, привет. Смотри-ка, я впрямь буря. Ну, поехали. Нам куда-то туда. Да, со стороной-то буря очень классно смотрится. О, и впрямь на сорожонок. Здесь бегемотов не хватает, вот, точно. Да, 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 бегемотиков точно не хватает. Ездовых бегемотов у них... Бегемотиков, жирасиков, ёбриков могли бы добавить. Чё им слушать, что ли? Так, нам в устье хаоса... Ага, всё правильно, нам туда. Правильно-прямильно ты не едешь, по прямой. Как, всё застрял. Чутку леньте. Так, а вот, по-моему, нам сюда надо. Причём, я так понимаю, что туда забраться только через... По колонне. Да, так, тут можно объехать. Я потому что не помню там входу какого-то. Да, плевать, по колонне залезем. Ну, не то, что там. Ждем, змеюка где-то, чтобы рушиться. Так, ладно, отсюда пешком всё. Нафиг. Ездить тут, обходы искать? Нет, на тёмном острове в Септахе надоело эти обходы искать. Ещё. Ну, их нафиг. Здесь я говорю, потенциал у этой игры, особенно именно у первой части, потому что в Септахе ещё технически надо до этого вот... У первой части прям вообще гигантский потенциал. Много чего-нибудь уже есть интересного. Вот только добавляй, 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 что называется. Новые истории, новые возможности, новых животных. Постройки те же. Единственное, что вот, они, конечно, добавляют новые постройки, у меня только один, блин, вопрос. Они добавили нормальный менеджмент этих построек, блин? Не знаю, возможно. А то в поисковике там, мягко говоря, немножко неудобно. Так, знаете, чуть-чуть прям совсем. Как мы сюда залезем? Я по стенке лезу. Пока что. Да, вот и всё. И дальше нормально залезем. Просто ползи. Просто ползи за мной. Это ж не Септах, Тань. Здесь не падаешь. Здесь ползёшь, понимаешь? Вот это самое прекрасное. Но если упадёшь, конечно, будет печально. А вот и Кир. А, ну да. А тут, Кир, точнее, тут, Тань, твоя лошадь, и твоё животное смотрит на меня как на говно просто. Типа, ты что так медленно-то? Я не устряла. Где? Она потеряется или ползёт вверх, или ползёт вниз. Точнее, наоборот. Ну, короче, стояла на месте, чем подписано. А если я подпрыгну, ты упадёшь? Не надо. Ну, чё, нам типа сюда, что ли? Алтарь усти хаоса. Кир, ты далеко? Да, я был залажен. Я чё-то не туда немножко поехал. Удерживайте Е, чтобы открыть список действий. Ну, да, видимо, надо сложить сюда все эти звёзды заступника, сердце песков. Да, же, да, Кир? Да, да. Диадемы. Ну, чё, я складываю. Или тебя подождать, Кир? Не знаю. Давай, подожди. Дойди, дойди вы. Так, для такого дела надо снять шлем. Во. Белые волосы на этих доспехах шикарно смотрятся. Ой, Таня. У тебя тоже белые волосы. Ну, я изначально белые делала. А я уже, я без этого доспеха тебя слишком давно не видел. Я уже забыл, какая ты там. У меня ещё и прикольная раскладка. Так они же кончаются, вроде бы. Нет, это не кончаются. Да. Блин. Ой, вода кончается, пить охота. Что за жизнь? Кстати, я обратил внимание, что он сиптахи жаждам мучил намного реже, чем здесь. Чё, тут у меня прям постоянно слезает. Показать. Где жара? Тут же от температуры зависит. В плане сопротивления температуры у меня всё великолепно. Почти. А нет, у меня больше холоду сопротивление. Но жаре тоже почти максимум. Восьмёрка. Кир, ну ты где? Ты чё там? Ты откуда вообще пошёл-то? В кое-то веке Кир заблудился. Нет, я не заблудился уже. Нет, заблудился. Эльфы не промахиваются, эльфы туда и целились. Да-да-да-да-да. Чё? Ну всё. Недавняя... О, прикольно. Недавняя атака воплощения. На карте появилась. Это где я этого эмир сделал? Прикольно. Ладно, включаем. Так, Диадем, Королев Великанов, Звезда Заступника, Маска, да, чёрт его знает. Потом Сердце, Пис, Трапецоидер и всё сложилось. А, я собрал ключевой камень. Забирай, да, нам всем надо собрать. А, подожди, слёзы что-то... Подожди, это чьи слёзы? Это Таня уже положила. А, ну ладно. Так, ну и я давайте тоже. А, я спрошу тоже. Ключевой камень, сведения. Камень, с помощью которого можно разогнуть браслет. Вот этот камень сотворён в результате особого ритуала и содержит след всех артефактов, которые использовали Королев Великанов для создания рабских браслетов. Забрала, Тань? Фух. Его можно использовать, чтобы снять рабский браслет с изгнанника. Это очень мощный артефакт, и пользоваться им следует осторожно использовать этот предмет, чтобы снять браслет. Внимание, снятие браслета закончит игру и удалит вашего персонажа. Ну да. Ну у тебя же осталось ранее сохранён. Её же и этот... Ну это и значит удалить, да? Чё, всё? Раз. Я пошёл. Давай. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ты не уходишь. Ты всё ещё тут. И чё? Чё, из клана не уходят? Только вперёд ногами? Да. Так. О, во! Шурика повысим за старейшина. А чё они так... Чё... Чё им... Камень клана нельзя использовать... Ой, камень этот нельзя использовать, будучи главой клана. Сначала выйдите из... Передайте кому-нибудь полномочия, или выйдите из клана сначала. То есть Шурик остаётся за главным? Да, сейчас Шурика. Так. И как? Блин, я бы лошадь на место вернул. А вы сидите, лидеры клана. Всё. То есть ты у нас лидером клана, оказывается, был всё это время? Да. Нифига себе. А и чё, не похож? А? Я же этот, среди гарема... Ты, в смысле, просто вышел из игры, что ли? А, вот-вот-вот мультик, я ухожу прям. Да, он просто уходит в песках. И... Ну, я ухожу в доспех, то есть видно, что это я, это не просто ромбол. Честно говоря. Давай, Тань, пока. Уходи. Пока. Ай Кузьмич такой, ага-га, теперь я один за 9. Я здесь главный. Смотри, я вижу, как Таня появилась. Да-да-да, с конями. Прикольно. В смысле, ты Таню видишь? Да-да. У себя. У себя. Все ушли вместе. Шурика забыли. Ну, Шурик сам не захотел. А, ну всё, теперь можно этот. Ну, теперь можно поиграть. Зараз создавать. Импортируй персонажа. Позволяет импортировать этот. Ой, а у меня там что-то на горизонте поднимается. А, это камеры движутся. Импорт. Ну, всё. Ха, забавно. А я вас не видел. Я вижу ваших питомцев, но не вас. Да? Мы потому что ушли раньше. А, понятно-понятно. А я вот виделся. Ну что, всё, ура, мы прошли. Всем спасибо. Все свободны. Покиньте земли из гранников. Ага. И как это? И первое, что у меня появляется. Мужчина, куча крови внизу экрана. Мужчина, женщина импортирует персона. Да, 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 да. Ну, типа то, что можно на другой сервер. Но, скорее всего, нельзя, потому что у нас этот. Нет, позволяет импортировать. Позволяет импортировать выбранного персонажа на этот сервер. После вы не сможете импортировать этот персонаж на другой сервер, пока не загрузите его ещё раз. Я могу сюда же зайти. Этим же персон. Ну, видимо, по-новой. А, может быть, да. Ну-ка, дайте интересы ради. Позволяет ошибка. Я нажал удаление Конона. Я удалил Конона четыре месяца игры. Сколько, пять? Когда там первая видюшка по Конону появилась? Ой, давно это было, Кир. Ну, чё, я всех поздравляю. Я всех поздравляю. Мы официально ушли из этой игры. Гордо. В пустыню. Пешком. А чё, ты плейлист по Конону делал? Делал, делал. Ну, с тремя фляжками воды и немножечко жертвы. Мы там сдохли. У нас с собой три лошади и три питомца. А, то есть мы их сижимно. Сердечко заболело от такого предположения. Нет, ну, что тебе сейчас показывают после того, как ты ушел? Тебе показывают лужу крови и, типа, вы хотите начать зал? То есть ты сдох там, в пустыне, это всё. Тебя поймали, разделили и вернули обратно. Пишу, Марыч, уго, зомбей. Сейчас, погоди. Ладно, народ. В общем, на этой положительной ноте, в общем-то, сохранение у меня есть, так что в случае чего, ну, просто-напросто я их поставлю. Блин, единственное, чего я немножко не подумал. Конечно, надо было сейчас, наверное, выйти. Ещё раз эти сохранения перекинуть. Ну, те, которые вот сейчас у нас были. Ну, вы поняли. Да, не. Ладно, фигня война. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравилось. А мы пойдём сейчас этих зомбаков в World War Z записывать. Чё, всем пока. А достижения не дали. Кир, Таня, попрощайтесь, что ли? Ёкаломана. Всем пока, да. Не весело. Иногда.